Процесс перехода транспорта на газомоторное топливо сдвинулся с места. Работа непростая. На развитие этого рынка потребуется не один год и многомиллиардные суммы. Но главное, что спрос на метан повышается. Как реализуется приоритетная программа, обсуждали на расширенном совещании в Нижнем Новгороде. Подробности у Дмитрия Ковалева. У мастеров специализированных станций и работы прибавилось. Число машин, переведенных на газовые баллоны, в республике растет. Экономия – главный аргумент автомобилистов. Стоимость бензина многих бьет по карману. У экологов своя правда. Воздух в городах должен быть чище. Чаще всего это подразумевается пропан-бутан. Данный газ более распространенный будет и самый безопасный, так скажем, который имеется. Развитие рынка газомоторного топлива поможет решить и другие проблемы, отметил глава региона. После перевода автобусов на метан должны снижаться тарифы на перевозки. Предприниматели стимулируют сниженной ставкой налога. Автобусы у нас практически используют газомоторное топливо от общего количества примерно 10%. Если брать грузовые автомобили, большегрузные автомашины, то они используют где-то на уровне 13%. Конечно, этого мало. Почему? Потому что не хватает станций. Сейчас в столице республики работает только одна газонаполнительная компрессорная станция. Развивать инфраструктуру для альтернативного бензину топлива регионам поможет федеральный центр. Должна вырасти инфраструктура в несколько раз. Особое внимание обратили мы на необходимость синхронизации мероприятий региональных программ с планами деятельности «Газпрома». Необходимые современные технологии. Так на Горьковском автозаводе наладили выпуск заправочных комплексов с повышенной производительностью. Здесь два компрессора. Вот видите, они там стоят. Отличная идея. То есть клиент должен дать землю и дать врезку. Врезка. Рынка газомоторного топлива работают и предприятия «Чувашие». В республике наладили выпуск хриобаков для метана и пропана. Второй баллон также устанавливается. Они будут работать в паре. Это до 2000 километров отъеха на одной заправке. Изготавливается он у нас по полному циклу. Вот будущее зачем будет. Это импортозамечающий проект. Глава региона отметил, что перед производителями открываются новые горизонты. А сейчас мы, «Чувашие», готовы 6-10 тысяч тестерн разного делать практической модификации. Многие не знают, что вот еще уже начали изготавливать такие баллоны. Это что многие класят, 90%? У нас этого нет. А рынок уже есть. Спрос на природный газ большой. В регионах реализуют более 800 миллионов кубометров топлива. Затраты на строительство автозаправочных комплексов инвесторам готовы субсидировать. Минэнерго подсчитала, что в 2024 году будет около тысячи заправок. Со всех сторон выгодно. И с точки зрения экономии, и с точки зрения экологии. Конечно, очень много еще проблем. Они в основном связаны сейчас с нормативно-правовой базой. Для того, чтобы подать газу в развитие рынка газомоторного топлива, необходимо пересмотреть и тарифную политику. Автомобили на метане стоят выше машин с бензиновыми двигателями. Чтобы спрос на технику повышался, должны быть снижены цены. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Нижнего Новгорода.